добрый день уважаемые коллеги я надеюсь меня слышно видно сейчас я немножко камеру поправлю лучше видно ну вот вроде все в порядке если со звуком все хорошо то давайте тогда начнем вижу девять игонечков значит все в порядке со звуком все слышно и так поговорим сегодня еще об одном интересном интерактивном формате поговорим о том как создавать интерактивное видео а точнее как создавать видео викторины как всегда расскажу о разных инструментах покажу по ссылкам как они работают и проведем такую небольшую инвентаризацию посмотрим что изменилось за последние полтора года с этими сервисами какие ограничения какие возможности походу буду комментировать что-то если у вас есть какие-то свои замечания за какие-то сервисы вам знакомые вы с ними уже работали то пожалуйста в чате вы можете это прокомментировать ссылочку послать может быть на свою работу я думаю слушателям будет интересно не только мои ссылки просматривать но еще вот ваши работы тоже можно похвастаться ими и так ну формат видео на самом деле достаточно сложный если вы им занимаетесь то наверное со мной согласитесь потому что создание хорошего видеоролика это всегда довольно большой труд но несмотря на то что вот он такой трудозатратный и требует большой подготовки и навыков в монтировании видео в создании видео в промоушене и так далее несмотря на все это все равно уже давно учеными доказано что видео один из наиболее эффективных случаев контента когда информацию слышат и видят и хорошо запоминают информация воздействует на оба канала восприятия и поэтому считается что вот именно для решения учебных задач видео очень хороший инструмент который позволяет донести информацию 60 процентах случаев но все это замечательно и поэтому видео широко используется и в школе библиотекари взяли его на вооружение правда форматы там немножко разные если для учителя это прежде всего какие-то учебные презентации видео лекции то для библиотекаря это чаще всего какая-то рекламная видеопродукция буктрейлеры опять-таки может быть видео презентации по тематике различной ну и можете дополнить меня если вы еще как что-то производите из видео контента самая главная проблема о которой говорят учителя которые используют видеоролики в обучении это пассивность при их восприятии мы тратим огромное количество энергии сил на создание видеоролика если мы делаем его самостоятельно подбираем его опять такие какой-то поиск осуществляем ищем нужные материалы это все конечно энергозатратно но при всем при этом сталкиваемся с тем что чаще всего видео просматривается и потом точно так же спокойненько забывается и поэтому очень часто стали говорить о том что само по себе видео для учебных задач может быть и не так эффективно эффективнее дополнять его какими-то заданиями упражнениями обсуждениями то есть организовать какую-то интерактивность какой-то движ вокруг этого видеоролика и тогда был придуман формат интерактивного видео когда к видеороликам начали прикреплять задания вопросы обсуждения разные комментарии и делать на их основы целые видео викторины если рассматривать вот этот продукт с точки зрения технической то можно условно на две группы поделить эти видео викторины первое это попроще это мы берем видеоролик и просто крепим к нему вопросы и задания работа такая сначала посмотри потом ответь другой вариант чуть посложнее технически это когда мы берем видео и внутрь него вставляем вопросы и задания то есть автоматически параллельно идет просмотр затем он останавливается участник просмотра выполнять какие-то задания упражнения какие-то ответы на вопросы ну и дальше продолжает просмотр видео то есть вот параллельно идут два процесса тут уже выбирать учителю библиотекарю какое видео вам нравится больше либо первый вариант либо второй я расскажу о том о другом ну а вы уже сами определите что вам больше подойдет для работы давайте начнем сервиса google форма который как раз позволяет создавать видео викторины в том числе вообще google форма это хороший вариант для создания разных опросов викторин тестов это быстро это несложно никаких ограничений здесь нет поэтому с удовольствием этот инструмент применяют в случае всяких виртуальных розыгрышей викторин вот в библиотеках очень часто проводят на его основы разные мероприятия виртуальные единственное что нужно здесь это конечно google аккаунт ну а дальше все просто мы заходим в диск google диск нажимаем на кнопку создать выбираем формат который называется форма и начинаем заполнять здесь все на русском языке все очень просто я хочу обратить внимание на то что мы создаем вопросы но к этим вопросам мы можем прикрепить видео с youtube а для этого есть специальный значок с правой стороны мы на него нажимаем и прикрепляем любой видеоролик по ссылке с youtube и вот небольшое такое лирическое отступление по поводу ютубовского видео мы знаем что аккаунты на ютубе блокируются удаляются да и просто пользователь ну и в видео которого вы хотите использовать может его просто стереть и удалить вот поэтому здесь вот такая сложность при создании видео викторин если мы берем их не со своего канала youtube а если мы берем каких-то состоронних ресурсов то такая есть сложность что видео вдруг может удалиться и тогда вся наша викторина как вы понимаете превратиться в тыкву вот поэтому какой выход здесь нужно сделать использовать видеоролики свои собственные раз загружены на свой канал youtube либо те на которые у вас есть авторские права может быть они чужие видеоролики но вам разрешили их использовать и вы их тоже загружайте на свой канал и тогда вы будете сто процентов уверены что с ними ничего не случится и вы сможете с ними работать вопрос про яндекс форму аналогично ли она работает я в яндекс форму так глубоко не погружалась там есть ряд ограничений и немножко поуже возможности чем у гугл форма про яндекс у меня будет отдельный вебинар чуть попозже я пока не очень компетентно вот сразу сходу рассказать вам о возможностях яндекс формы если хотите поподробнее то можете написать мне на адрес электронной почты я вам уже более подробно отвечу сейчас просто я не готова так с нуля сказать мне google форма нравится больше но чуть больше возможности вот все что пока на данный момент могу сказать более подробно уже в личном общении и так но с видеороликами понятно мы просто прикрепляем к вопросу какие же здесь есть вопросы здесь довольно широкий спектр вопросов вот они все здесь какие здесь есть варианты когда требуется от отвечающего текст какой-нибудь виде строчки или абзацу то есть открытый вопрос по сути строчку нам удобно использовать если мы просим представиться это важно если вы учителя если вы хотите отследить активность каждого учащегося нам нужен обязательно строчка к тому где они будут вписывать фамилию имя отчества более того вопросы можно сделать обязательными то есть пока участник на него не ответит он не сможет эту форму отправить вам на проверку вот дальше текст абзац это просто открытый вопрос где участнику предстоит поразмышлять над вопросом и что-то каком-то свободной форме вам ответить дальше дальше пошли викторины один из списка и несколько из списка но здесь наверное понятно что это вопросы с выбором одного или нескольких вариантов ответа раскрывающийся список это тоже задача с выбором только представлено это будет не в виде галочек и точечек а в виде такого выпадающего списка из которого тоже надо что-то выбирать дальше хороший вариант загрузка файла если вы что-то объемное хотите получить от ваших участников можно им разрешить загружать файлы но они должны иметь тоже google аккаунт все что они вам загрузят и все что они вам отправят будет храниться у вас на google диске вы сможете это открыть и просмотреть то 10 гигабайт они так могут вам прислать и до 10 штук файла но опять таки это только для зарегистрированных на google пользователей дальше более частные случаи пошли это шкала где мы оцениваем какое-то явление от 1 до бесконечности дальше сетки разнообразные что такое сетка это варианты с выбором либо просто строчка в которой надо что-то отметить то есть дается такая вроде как таблица и в каждой строчке надо выбрать что-то из предложенных там вариантов отметить это но дата время это когда в качестве ответа выдается либо дата либо время соответственно здесь все просто ну вот они так по популярности наверное здесь расположены потому что чаще всего используются именно викторина это проще это быстрее ссылочку я вам отправила в чат там как раз видео викторина там несколько видеороликов это викторина по книге несколько роликов созданных по этой книге и просматриваем отвечаем на вопрос с выбором ответа это еще не все у google формы есть настройки в которых можно установить автоматическую проверку мы все прекрасно знаем особенно кто работает школе что самый трудоемкий процесс это проверка работ и вот здесь можно выбрать автоматическую проверку особенно если у вас огромный массив работ если вы какой-то масштабный конкурс проводите видео конкурс и вот вам придет очень много ответов тест вот эта именно настройка называется тест он работает в том случае если у вас выбор из предложенных вариантов то есть открытые вопросы автоматически мы не проверим а вот если есть какие-то варианты то сервис может автоматически все проверить и каждому участнику более того начислить балла делаем эту настройку и теперь возле каждого вопроса появится новая графа и там уже будет вписать количество баллов за этот вопрос а дальше вы можете уже более подробно настраивать хотим ли мы показывать правильные ответы в конце после того как участник ответит хотим ли мы ему незачтенные ответы показывать и вообще хотим ли мы их ему показывать эти ответы если все маркеры эти ползунки перевести в левое положение налево то участник просто увидит что его форма отправлены и все на этом вот поэтому выбираем вариант который нам больше все нравится и облегчаем себе задачу сервис автоматически все за нас проверит еще одна такая особенность здесь есть если у вас несколько видеороликов разных по тематике но мы хотим их в одну викторину добавить то здесь можно делать разделы есть такая возможность то есть это будут разные странички на одной страничке участник ответил на вопрос перелеснул на другую страничку там новое видео и новые задания к нему вот таким образом это все работает вверху еще две кнопочки которые я в красную рамку вынесла палитра отвечает за цветовую камму за красивое оформление и глазик отвечает за предварительный просмотр но оформление можно выбрать из готового там есть уже какой-то набор картинок вот такая веселенькая картинка у меня в качестве обложки и цвет темы можно выбрать поиграть со шрифтами особенно не получится здесь 4 основных но в общем и целом викторина здесь создается очень быстро и есть возможность проверки более того вы можете даже сделать google таблицу и вы будете по каждому участнику отслеживать его результат поэтому в этом случае она отлично подходит и для учителей и для библиотекарей он бесплатный никаких ограничений нет вот это замечательно более того вы можете пригласить еще соавторов для работы ну обычно мы в одиночку составляем вопросы задания но вдруг такая необходимая здесь тоже есть как и все google документы как и все google инструменты здесь есть возможность совместной работы вы можете пригласить соавторов для своей работы да я про раздел только что говорил спасибо за подсказку тесс можно разбивать на разделы ну давайте пойдем дальше да про статистику то я не сказала сервис нам умеет делать статистику это нужно для отчетности как мы понимаем вот эти все красивые графики и диаграммы которую здесь нарисовал можно копировать как картинки и вставлять в разные отчеты если необходимо все за вас уже сервис сделает здесь есть сводка общая есть сводка по конкретным вопросам кто как ответил есть к сводка по каждому пользователю который ответил то есть вы можете огромное количество таких диаграмм себе создать распечатать вставить куда-то использовать в работе поэтому здесь все очень подробно и все очень хорошо устроено всего лишь нужно переключиться между вкладочками и зайти во вкладку ответы там вся статистика хранится ну давайте посмотрим еще один инструмент learning apps давно уже существующий сервис о котором все знают наверняка многие пользуются на русском языке сервис сервис это учебная платформа learning apps которая позволяет создавать разные виды интерактивных и дидактических заданий упражнений здесь есть обычные викторины пазлы кроссворды игра кто хочет стать миллионером ну более 20 разных шаблонов работать с этим сервисом тоже не очень сложно он на русском языке здесь готовы шаблоны но есть ряд таких вот особенностей да сервис обратной связи все верно да кстати забыла про google форму сказать там есть еще возможность добавить так называемый фидбэк то есть обратную связь дать участнику в конце викторины он может ее увидеть вот learning apps вернемся к нему шаблон для создания интерактивной видео викторины здесь называется аудио косая черта видео контент я его в красную рамку вынесла в чем особенность этого конструктора нам нужен нужно видео по ссылке из ютуба оно сюда грузится дальше мы к нему мы начинаем прикреплять задания но такая такой вот нюанс эти задания нам нужно создать заранее вот прямо в этом сервисе learning apps он работает только сам на себя то есть мы прикрепить сюда можем только то что создано в этом сервисе мы можем создать кроссворд викторину ну все что угодно любой шаблон можно взять и создать только делаем это заранее сохраняем у себя в личном кабинете и вот уже когда у нас набор этих заданий готов уже тогда приступаем к нанизыванию этих заданий к вставке их внутрь видеоролика давайте смотреть итак вот я загрузила видео определенное с ютуба дальше я перехожу в раздел вопросы где я начинаю добавлять созданные мною задания здесь к сожалению нет автоматического выставления времени это тоже минус поэтому видео придется где-то проиграть и примерно вот вручную проставить эти временные отсечки что значит время начала показа это значит что вот именно вот на этой отсечке то есть 27 секунд появится первое задание первое какое-то упражнение вот я выставила это время дальше опускаюсь чуть ниже и там вкладочка есть вставка вот это оно и есть нажимаем на кнопку выбрать упражнение открывается наш личный кабинет и мы из него начинаем добавлять то упражнение которое нам здесь нужно вот оно здесь в виде такой иконочки тут же появится вот если иконочка появилась значит упражнение загружено все оно уже вставлено дальше еще есть раздел просто вставка раздел просто вставка позволяет нам добавлять просто комментарии которые будут появляться по ходу видеоролика это не задание это просто ваши замечания вот какая-то дополнительная информация по теме иногда бывает что видеоролик какой-то не очень достаточный вы хотите больше информации вот для этого есть окошечко вставка туда добавляем просто текст который будет появляться на экране вот и таким образом мы можем прикрепить любое количество вопросов любое количество заданий в конце мы можем дать обратную связь там в конце будет прописано например молодец ты ответил на все вопросы либо какое-то другое пояснение и после этого мы это все сохраняем и у нас несколько секунд ожидания и видео у нас уже готово вот к сожалению рутуб ни один из сервисов не поддерживает в основном они все поддерживают либо youtube ну потому что они в основном англоязычные все ориентированы на youtube вот это во первых ну во вторых есть ряд сервисов если youtube никак вам не подходит то есть ряд сервисов которые поддерживают загрузку прямо с компьютера но их немного вот такая еще есть частность рутуб не интегрируется пока не с одним из сервисов по крайней мере я такого сервиса не знаю который бы с рутубом как-то интегрирован к сожалению давайте еще один посмотрим инструмент apester эта платформа больше развлекательная она не для образования ни в коем случае она больше для развлечения для развлекательных викторин создает разные виды опросов тестов в том числе есть у нее видео викторина она тоже основана на видео из youtube мы добавляем его по ссылке здесь очень простой конструктор хотя он на английском языке но перевести здесь все достаточно просто можно через google переводчик даже попробовать это все перевести шаблончик называется видео квиз выбираем шаблон добавляем ссылку на видео нажимаем на зеленую стрелочку и видео у нас добавится ну вот у меня было видео про белого медведя вот оно что с ним делать дальше вот такой конструктор появляется дальше мы его запускаем зеленой стрелочкой play и в необходимый момент ставим на паузу вот он в данном случае у меня стоит на паузе вот а дальше после того как я его на паузу поставила автоматически появляется поле для вопроса это викторина здесь обычный тип вопросов выбрать один из нескольких вариантов по умолчанию 2 можно добавить 4 добавить еще один вариант и второй вариант чтобы в сумме их было не больше 4 вот здесь все очень просто прямо в этих полях мы прямо все и вписываем вопрос вверху внизу варианты ответов далее есть еще дополнительная кнопочка в левом в правом верхнем углу остановить показ на время ответа то есть пока участник не ответит на вопрос видео дальше проигрываться не будет если нам это нужно выставляем паузу еще в чем тут развлечение в том что здесь есть обратная связь так называемый фидбэк он у нас с правой стороны и мы можем выбрать обратную связь на правильный и неправильный вариант правильный мы отметили зеленой галкой это ответ да и выбираем позитивную обратную связь здесь гиф анимация то есть там по-моему какой-то припляшывающий зайчик у меня в этом в этой ссылке добавлен вообще здесь есть несколько вариантов можно все просмотреть здесь есть возможность создать свою анимацию просто свою гифку загрузить для этого есть кнопка create new можем свое добавить вот то же самое на неправильный ответ это уже будет фидбэк негативный там будет написано негатив вот настраиваем так обратную связь и двигаемся дальше это такая развлекательная викторина она не решает учетные задачи она больше служит для досуга но здесь есть хорошая статистика в личном кабинете вы можете отсматривать сколько человек ответила какие варианты ответов были статистику просматривать по правильным и неправильным ответам вроде все довольно симпатично и несложно этот сервис больше ориентирован на вставку куда-либо на блог в блог на сайт и так далее поэтому если вы по ссылочке перейдете то увидите он такой небольшой окошечко откроет на сайте и в блоге это будет смотреться намного симпатичнее вот что хотелось бы теперь добавить из минусов к сожалению этот сервис монетизировался и мы уже не удивляемся потому что я уже не первый вебинар говорю о том что сервисы все более ужесточают бесплатные тарифы здесь тоже ужесточили достаточно серьезно демоверсия то есть бесплатная версия без ограничений работает 14 дней то есть 2 недели после этого вам предложат оплатить эту версию вот за 2 недели можно создать любое количество викторин с любым количеством вопросов там вообще никаких ограничений нет если демо период закончился то к сожалению создавать ничего не сможете но вы сможете заходить в свой личный кабинет смотреть статистику и видеть там кто как отвечал и ваши викторины никуда не исчезут вот поэтому если такой формат вам нравится можно попробовать поэкспериментировать но к сожалению бесплатный сыр не предоставляется пока давайте посмотрим насчет бесплатности на наш сервис сервис джойтека ну довольно известный уже сейчас это сервис для создания квестов его прежде всего позиционируют как сервис для создания квест комнат квеструм но есть у него возможность создания викторин в том числе есть и видео викторина интерактивное видео но вот две ссылочки я отправила первая ссылка это про мифа прометея и вторая ссылочка про лукоморье да про прометея это мой вариантик но лукоморье уже другого автора опять таки сервис поддерживает только видео по ссылке и только youtube несмотря на то что он русскоязычный и создан нашими российскими программистами вот окошечко для старта работы и так с левой стороны у нас ссылка на youtube видео тут же у нас открылось здесь дальше с правой стороны описание к интерактивному видео здесь мы можем написать какое-то задание что требуется от участников например посмотри видео ответь на вопросы либо вот как у меня какую-то аннотацию сюда вставить а дальше точно так же как и в предыдущем сервисе мы запускаем видео ставим его на паузу и добавляем один вариант из предложенных что здесь из предложенного есть предисловие это вот как раз задание которое будет появляться перед началом просмотра а дальше пошли вопросы с множественным выбором с одиночным выбором в первом случае будет несколько правильных ответов во втором только один открытый вопрос когда появится окошечко куда нужно вписать правильный ответ ну и комментарии это текстовое замечание создатели этого этой викторины ну вот дополнительная информация как у нас ленинепс это было так и здесь такая возможность есть ну давайте смотреть на конструктор поближе ну вот пожалуйста одиночный выбор видео я запустила поставила на паузу и добавила одиночный выбор вот время отсечка у меня чуть ниже появилась автоматически а дальше добавляю сам вопрос правильный ответ отмечаю зелененькой точечкой вот по умолчанию здесь 4 можно лишнее удалить если это нам необходимо и запускаем видео дальше переходим к следующему вопросу к следующему типу точно так же выглядит примерно и множественный выбор только теперь мы отмечаем допустим два или три правильных ответа в этом видеоролике а так в общем все то же самое конструктор такой же все здесь очень просто открытый вопрос здесь вообще от нас требуется только сам вопрос вот все остальное участник уже будет дописывать сам часть опции мы видим что здесь помечены значком корона это платная опция джойтех они бесплатный сервис он условно бесплатный ряд возможностей здесь премиальные то есть здесь например действия при верном ответе действия при неверном ответе то есть какая-то обратная связь здесь настраивается джойтехо российский сервис поэтому если есть необходимость можно оплатить этот платный тариф и использовать все возможности по максимуму цена там меняется поэтому по поводу цены сориентировать вам не смогу но если вы зайдете на главный сайт там прочитаете стоимость когда я платила последний раз было полторы тысячи в месяц по-моему сейчас не знаю как все поменялось но это в том случае если вы планируете их массово создавать видеоролики для создания одного конечно смысла нету оплачивать платный тариф итак комментарий это выглядит поля друг на друга совершенно похоже здесь у нас есть временная отсечка есть поле куда вы вписываете любую текстовую информацию нажимаем сохранить и двигаемся дальше и вот таким образом мы внутрь видеоролика начинаем вставлять интерактивность они у нас отмечаются значками с вопросом это вопросы а значок с восклицательным знаком это значок комментария и так будет проще сориентироваться в заключении переходим к настройкам когда все добавлено мы еще можем настроить вот это важно для учителей если вам нужна статистика вы хотите собирать результаты просмотра и тому подобное здесь есть такие опции во-первых можно разрешить зрителю перематывать видео назад если он что-то пропустил он может вернуться назад еще раз пересмотреть дальше можно собирать результаты просмотра что это будет то есть перед началом просмотра участника которому вы эту ссылку отправите представиться вот и вы будете знать кто именно работает с вашим видеороликом вот и запрашивать данные зрителя вот как раз тоже этот же вариант то есть попросят представиться всю эту статистику вы увидите в личном кабинете когда начнете анализировать работу вот общий результат просмотра зрителю тоже можно показать почему нет он может увидеть где он ответил верно где неверно остальные опции как мы видим это премиальные опции тут можно ограничить доступ к видео разрешить перематывать вперед сохранить информацию о частичных просмотрах и так далее там уже более дробная статистика это уже заплату ну в общем и целом если так смотреть бесплатный тарифный план здесь неплохой возможности есть неплохие для создания видеороликов надо еще проверить что по количеству видеороликов появились ли ограничения у джиотеки последний раз когда я им пользовалась вроде ограничений особых не было но тут приходится постоянно отслеживать потому что тарифная политика очень часто меняется и у джиотеки тоже вот на выходе что видит участник когда он включает видеоролик ну по сути должен увидеть вот такую вот картинку то есть здесь видео вопросики по нему расставлены и мы запускаем просмотр и начинаем смотреть и отвечаем на вопросы по ходу вот если нам нужна более какая-то такая вещь более продвинутая я бы сказала если вам нужно создавать классы собирать туда учеников и предоставлять им для просмотра видео с заданиями собирать статистику там смотреть кто как ответил ну в общем если нужно такая более глубокая серьезная работа то есть сервис который называется adpuzzle он тоже к сожалению урезался раньше можно было неограниченное количество видеороликов создавать сейчас бесплатно можно создать до 20 интерактивных видеороликов но если вы один удалите вы можете на его место создать другой поэтому вот каким-то образом можно немножко так выйти из этого положения здесь есть два тарифных плана два типа аккаунта учитель и ученик teacher student это нужно как раз для того чтобы иметь возможность создавать классы то есть учитель регистрирует свой аккаунт он создает эти видеоролики ученики регистрируют свой и они могут присоединиться к классу и внутри класса работать с этим видео а учитель уже будет их оценивать ну в общем для регистрации выбираем один из двух аккаунтах и приступаем к работе если мы учитель то мы начинаем создавать этот видеоролик вот здесь есть как раз возможность загрузить свое видео выбираем опцию upload видео и мы можем с компьютера или с google диска добавить сюда любой видеоролик который хотим использовать объем видеоролика чуть выше прописан до одного гигабайта вот то есть сервис достаточно мощным можем загрузить сюда довольно такое приличное видео на самом деле с хорошим разрешением и с хорошим качеством это плюс можем точно так же по старинке через youtube добавить это тоже не проблема здесь такая возможность есть более того здесь даже есть возможность по моему здесь есть возможность поиска вверху есть поисковая строка и мы можем по ключевому слову найти это видео там поиск идет в основном тоже по ютубу и еще некоторые другие сервисы подключаются так дальше смотрим на сам конструктор как он выглядит очень просто вот видеоролик я загрузила далее вверху три вкладочки которые позволяют добавлять интерактив вернее две вкладки с интерактивом а одна называется кат это для обрезки если видеоролик у нас длинный и нам нужно его подрезать сначала или с конца удалить в ненужный фрагмент оставить только важную часть то это и есть возможность сделать во вкладке кат как раз появляются такие маркеры и вот сейчас синеньким это означает что все видео целиком у нас зайдет в наш видео в нашу видео викторин если нам не нужно если мы хотим отрезать в начале например то вот эту вертикальную полосочку начинаем двигать вправо двигаем до нужного момента до нужной временной отсечки и после этого нажимаем add cut это серая кнопочка внизу добавить обрезку и это отделенная в начале видеоролика часть отправляется в корзинку и видео у нас сокращается то же самое можно делать и с другой стороны с конца обрезать видео к сожалению изнутри вырезать не получится такая опция здесь не предусмотрена но в начале в конце можно ненужное обрезать далее что такое voice of это тоже такая интересная штука это мы можем озвучивать видеоролик записать свой голос подключить микрофон и начать озвучку работает это только для видеороликов которые загружены с компьютера вот youtube не разрешает переозвучивать свои видеоролики поэтому для youtube это не работает но если загрузим с компьютера то мы можем озвучить видеоролик поверх ну например у нас есть какое-то немое слайд-шоу какие-то просто слайды мелькают мы можем включить эти слайды и параллельно записать голосом озвучку что мы хотим сказать по поводу каждого слайда ну например у нас какая-то презентация со слайдами мы ее вот так можем тут же здесь и озвучить вот для этого есть кнопочка старт рекорд переходим во вкладку voice of нажимаем красную кнопку и запускаем микрофон и озвучиваем не понравилась озвучка ее можно удалить тут значок с корзинкой есть и запустить заново мод ну и наконец собственно сами вопросы и задания что здесь предлагает сервис тут предлагается три вида интерактивности вопрос с выбором ответа одного или нескольких открытый вопрос и просто комментарий текстовый или звуковой по ходу видеоролика ну начнем вот с варианта multiple choice questions вопрос с выбором ответа загружаем вопрос ну загружаем вписываем вопрос вписываем ответы если присмотреться тут кроме того что можно шрифт менять здесь еще кнопочка с цепочкой и кнопочка с картинкой я думаю понятно что внутрь вопроса и внутрь ответа можно вставлять еще картинки и гиперссылки а еще в красную рамку выделила кнопочку фидбэк обратная связь то есть по каждому ответу вы можете прописать еще обратную связь например если участник выбрал правильный ответ мы можем написать молодец так держать если он ответил неверно не огорчайся переходи к следующему вопросу ну что-нибудь вроде этого так экспромта вот здесь два варианта ответа можно добавить больше там три четыре обязательно сохраняем и собственно точно так же переходим к следующей к следующему вопросу вопросы добавляются забыла сказать точно так же запускаем видео ставим на паузу добавляем вот здесь примерно та же самая технология открытый вопрос вот так он выглядит от нас требуется только вопрос можно к нему же картинку и ссылку добавить здесь есть еще возможность аудио ответов то есть можно попросить участников не буковками писать а записать голосом ответ для этого включаем вот эту красную кнопочку вернее она у меня красная на слайде на самом деле она серая если перевести ее в положение он то участники могут отвечать голосом а не текстом ну вернее и текстом и голосом могут и то и то могут сделать вот такая особенность ну последнее это очень просто называется ноут заметка дополнительная текстовая информация которая может появляться на экране либо можем надиктовать аудиозаметку то есть своим голосом что-то прокомментировать происходящее на экране вот тоже интересная опция добавляем сохраняем количество заданий здесь никак не ограничено можем столько сколько захотим их добавить внутрь видеоролика на выходе что мы имеем на выходе мы получим две ссылки одна ссылка вот которую я в чат отправила это для всеобщего просмотра там никакой статистики по ней не будет кроме того что вы узнаете сколько человек ее просто открыли и все а вот если мы получим вторую ссылку раздадим ученикам и они по ней начнут работать то теперь в личном кабинете будет очень подробненькая статистика по каждому ученику на сколько заданий он ответил все его ответы если он там что-то отвечал в тексте или аудио вам записал ответ и мы можем уже вставлять оценки каким-то образом их стимулировать к работе создание классов здесь требуется для работы но собственно говоря если они вам не нужны то вы можете их и не задействовать просто брать обычную ссылку ее можно встроить на сайт и в блог можно поделиться в социальных сетях вот для развлечения зрителей если нужна более серьезная работа то создаем классы и работаем уже внутри класса вот ну если вы перешли бы по этой ссылке а может вы и перешли по ней то вот такой видеоролик внизу тоже этими отсечками обозначены вопросики комментарии и разной интерактивности только они в виде вот таких капелек вот та которая капелька в кружочке это текстовая заметка все остальные капельки это вопроса давайте опять к русскоязычным сервисам вернемся это сервису доба о котором я многое подробно рассказываю практически на каждом вебинаре потому что сервис действительно хорош в прошлом году у меня был отдельный вебинар если вам вообще интересно об этом сервисе то на портале директ академия можно найти я думаю он еще не устарел и в общем можно им воспользоваться я расскажу только об одном шаблоне сервис удоба это сервис созданный для учителей прежде всего но библиотекарь я знаю тоже его активно используют создает разный интерактивный контент викторины тесты интерактивные книги ленты времени карты и так далее здесь более 50 интерактивных форматов и есть такой формат который называется интерактивное видео сервис на русском языке абсолютно бесплатный никаким образом никак не ограничен вот поэтому советую к нему присмотреться да он не такой красочный как предыдущие сервисы но весьма функциональный ну давайте посмотрим он поддерживает загрузку видео в формате mp4 с компьютера и видео с ютуба ограничение есть по размеру видеороликов к сожалению сервис не поддерживает огромные видеоролики там по-моему до 10 мегабайт то есть очень небольшие видеофрагменты на самом деле либо большой но с сжатым формате в ухудшенном качестве вот но я вот попробовала ютуб ютуб поддерживался все нормально можно попробовать вот как раз в удобу поэкспериментировать со ссылками рутуб может быть он уже стал их поддерживать можно попробовать последний раз у меня не получилось но вдруг сервис постоянно меняется все таки он российский итак загрузили это все делается во вкладке загрузить вставить видео шаг 1 переходим к шагу 2 нам открывается ну вот я видеоролик загрузила ссылочку я вам в чат отправила на это видео вот видеоролик я загрузила в мультяшный и дальше вот такое поле у меня открылось с большим количеством значков я их пронумеровала сейчас я вам оглашу весь список чтобы не потерять это все интерактивности которые можно добавить внутрь видео на сегодняшний момент удобно самый функциональный сервис то есть он предлагает больше всего заданий и упражнений по разным типам которые можно вставить ну давайте по порядочку с 1 по 17 пойдем итак кнопочки можно добавить надписи тексты таблицы ссылки изображения векторину на основе утверждений векторину с одним правильным ответом вопрос с несколькими правильными ответами вопрос правда или ложь задание заполни пропуски в тексте задание переносить дракон дроп это называется тащи и бросай но это когда у нас дается картинка и нужно подобрать к этой картинке какое ее текстовое обозначение ну угадай картинку по сути да что изображено на картинке вот для этого нужно мышкой перенести правильный ответ внутрь картинки поэтому дракон дроп дальше на двенадцатой кнопке остановилась двенадцатая это задание отметь слова то есть какой-то текст дается там слова нужно отметить задание перенеси слова здесь наоборот в текст нужно вставлять дальше интересный четырнадцатый это вопрос уведомления он же перекресток пятнадцатое добавление горячих точек шестнадцатое добавление анкеты можно прямо опросник вставить внутрь видеоролика ну и седьмое 17 это вопрос открытые с текстовым ответом специальном окошечке вот пожалуй все охватили все что здесь только можно было придумать все что можно вставить внутрь все здесь вставлено задание здесь не такие мультяшные как в learning apps поэтому подойдет больше не для начальной школы конечно же а для среднего и старшего звена но хорошо работает давайте смотреть итак я все кнопки открывать не буду это все очень долго и нудно будет у меня есть обучалка по утопе там я про каждую кнопочку очень долго и нудно рассказываю покажу несколько кнопок первая кнопка вот добавление текста он будет появляться прямо поверх видеоролика можно его сделать в виде кнопки то есть просто появится некая кнопочка на которую нажмете откроется весь текст либо будет постер это сразу весь текст сразу все поле будет отображаться образоваться. Опять-таки, время показа. Мы запускаем видео, ставим на паузу, выбираем опцию «Текст», нажимаем на эту кнопку, открывается вот такой конструктор. Здесь уже выставлено время показа. И мы смотрим, что 10 секунд эта текстовая надпись будет висеть. Если нам мало, то вручную просто ставим другую цифру. Если много, уменьшаем, соответственно. Дальше. Обязательно поля, отмечены красными звездочками. Нужен, собственно, здесь только текст. Вводим его в нужное поле, там еще внутри можно гиперссылку вставить. Все гиперссылки будут активными. Прямо в видеоролике по ним можно щелкать и переходить. Здесь все будет работать. Нажимаем на кнопку «Готово», и у нас первая интерактивность уже вставлена. Еще забыла сказать, здесь еще есть опция «Остановить видео». То есть вот эти 10 секунд видео затормозится, чтобы участник смог прочитать текст. Ну, а потом через 10 секунд включится заново. Либо появится кнопочка «Продолжить просмотр». Далее. Вот, пожалуйста, картинка. Конструктор, как вы видите, примерно такой же. Нам нужна картинка, которую мы загружаем с компьютера. Выставляем время показа. Выбираем, как будет картинка в виде кнопочки, либо сразу будет появляться. И можно еще текст при наведении добавить, например. Дополнительно к картинке можно рамочки добавить и фон. Так, оформите более симпатично. Ссылка. Тоже очень просто здесь добавляется. От нас нужна только ссылка и название этой ссылки. То есть будет появляться некий заголовок на экране. Мы на него нажимаем, а это ссылка, и мы переходим на другой веб-ресурс. Вот таким образом это все работает. Для ссылки тоже можно добавить фон и тень. Ну, более красиво это все нарисовать. Собственно, к самим заданиям. Про задания тоже более подробно надо смотреть в обучалке. Там, в общем, у всех заданий конструктор очень похож. Вот самый распространенный вариант – это викторина с выбором ответов. Может быть, несколько правильных, может быть, один. Но в данном случае один будет правильный, и он будет первый. Дальше вписываем столько вариантов, сколько надо. Можно не один вопрос добавить, можно сразу целую викторину вставить внутрь. И тогда там, соответственно, участник потратит больше времени. И нам уже нужно выставить не 10 секунд просмотра, а, соответственно, больше рассчитать примерно, сколько это все будет длиться. Ну, и добавляем точно так же «Сохранить», «Добавить» и переходим дальше к просмотру видео. «Новую викторину», «Новый вопрос». Вот так мы их распределяем по всему видеоролику. Дополнительно, что еще к викторине можно добавить? У викторины здесь очень подробная обратная связь. Она как раз ориентирована на учителей. Если вам это не обязательно, можно пропустить. А вообще здесь есть такая вкладка, называется «Общий отзыв», и вы можете выставлять оценки. Особенно, если вы внутрь видео целую викторину вставили из 5-10 вопросов, например. И вы можете раздать диапазон оценки. Что это такое? Ну, вы, наверное, в тестах видели, что если правильно ответишь на два вопроса, тебе напишут «Неплохо» для начала. Если там наполовину ответишь, тебе напишут «Хорошо». Если там на все ответил, напишут «Отлично». Вот здесь такая же история. Вы можете в процентах высчитать, сколько. И, например, если он ответил на 20% вопросов, написать такую оценку. Если наполовину, то другую. Диапазоны добавляются через синюю кнопочку «Диапазон». И можно вручную прописать обратную связь, которая будет участнику показываться, после того, как он ответит на вопросы именно этой конкретной викторины. Здесь еще есть более подробные отсечки. Действия, если правильные, действия, если неправильные. Вот такая настройка есть. Здесь, если участник ответил верно, его перекинут в один фрагмент видеоролика. Если неверно, его могут вернуть назад, чтобы он еще раз видео посмотрел повнимательнее и еще раз попробовал ответить на вопрос. И такая здесь настройка тоже есть. В общем, здесь весьма подробные настройки. Очень все хорошо прописано. Конечно, здесь уже за полчаса не получится эту викторину создать. Тут время придется потратить. Но, наверное, оно того стоит, потому что получается довольно интересно. Итак, что еще хотела показать? Еще хотела показать вопрос перекресток. Вот он сейчас на экране. Я не рискнула его использовать, потому что это достаточно сложная история. Это как квест своего рода. В чем суть? Отвечаем на вопрос. Дается два варианта выбора. Можно три, можно больше. Ну, хотя бы два. По умолчанию их два. Они называются выборы и чойсы. Итак, вопрос, варианты ответа, он же текст выбора. Вот у меня сейчас на экране вариант 1. Я вписываю текст выбора, а дальше в поле «Перейти к» я должна выставить тайм-код в формате минуты-секунда. Что это значит? А это значит, что если участник выбрал первую альтернативу, то он перейдет в какой-то определенный фрагмент выбора видео. А если выбрал вторую альтернативу, то он в другой фрагмент видеоролика перейдет. И вот как квест, по сути своего, получается. В зависимости от того, какой ты выбор сделаешь, в такой эпизод видеоролика ты отправишься. Но это работает, если у вас длинное какое-то видео из нескольких частей состоящее, и вы хотите там внутри какую-то навигацию устроить, то вот есть такой вопрос перекресток. Но тут надо все продумать, придумать альтернативы, придумать выборы и так далее. Сложновато. Ну, вот такая опция здесь есть, такая ветвистая структура. Получится. Далее. Есть еще так называемые горячие точки. Это вот точечки, которые будут появляться на экране. Они же называются интерактивные метки. По ним можно нажимать. Эти метки опять-таки могут перевести на какую-то страницу, веб-ресурс на какой-то, либо опять внутри видеоролика могут вас отправить. Ну, например, на какой-то тайм-код перекинуть. Их можно сделать прямоугольными, круглыми, квадратными, выбрать фон, добавить мигающий эффект, то есть такую анимацию небольшую к ним добавить. Таким образом добавляются все интерактивности. Вот они у меня на ленте времени внизу в виде вот таких кружочков. Большие кружочки – это вопросики. Маленькие кружочки – это какие-то объекты просто. Либо тексты, либо комментарии. Там у меня, по-моему, комментарии есть. Поэтому они в виде таких маленьких кружочков добавлены. Что еще можно сделать? Это еще не все. Здесь есть возможность добавлять закладки. То есть делать такую внутреннюю навигацию. Как работают с закладками? Опять запускаем видео. Вот какой-то раздел видеоролика вам нужно отметить закладкой. Вы нажимаете на паузу, нажимаете на значок с флажком. Он с левой стороны внизу. Появляется поле, где написано «Добавить закладку». Нажимаем на плюсик. Все, закладка добавлена. К ней нужно только придумать название. Появится поле, вы вписываете название. И следующую закладочку. Из таких закладок будет формироваться меню. Оно будет появляться в самом начале перед видеороликом. И можно по меню ориентироваться. Подходит для длинных видеороликов, если нужно в них ориентироваться. Например, вы дали задание посмотреть только часть. Не все видео, а только какой-то фрагмент. По этому меню здесь нужно, чтобы быстренько найти необходимый эпизод. В общем, как вы видите, здесь очень серьезный подход к видеовикторинам. Здесь все очень подробненько прописано, продумано. И очень хорошо это все работает на самом деле. Есть еще вкладка «Подведение итогов». Это последнее итоговое задание. Можно его проигнорировать. Но это вот как оно здесь называется по-английски «самари». Вот именно что «Подведение итогов», я бы сказала, это так. Это опять-таки викторина с утверждениями. То есть дается какой-то набор утверждений, надо выбрать верное. Тут есть подсказочки, можно подсказки добавлять. Вписываем утверждение. Самое первое будет правильное, остальные неверные. Сервис все перемешает, естественно. Вот. Ну, это после того, как видео посмотрено. Вот до этого все задания будут внутри видеоролика. А вот последнее, это будет в самом конце. Оно появляется за 3 секунды до окончания видеоролика, когда уже все основное закончилось. Это как итог всего просмотра. Если нам нужен такой итог, мы можем его запланировать. Если не надо, то и не надо. Пропускаем. В любом случае, на последнем этапе, когда видео закончится, появится экран. И на этом экране будет показано, где вы ответили верно, где неверно. Такая небольшая статистика. Вы сами себя сможете проверить, как вы поработали с этим видеороликом. Теперь, что касается, собственно, статистики и всего остального. Было очень много вопросов на вебинаре, как считать статистику и так далее. Под каждым видеороликом, если мы откроем его на сервисе Утуба, будет числовой код, там набор цифр, 5 цифр будет. Это нужно для того, чтобы вы отслеживали учеников, если вдруг вам это надо. Правда, ученикам сначала нужно будет зарегистрироваться в этом сервисе. Без регистрации тут никак. Они срегистрировались, заходят под своей учетной записью, выполняют задания. Дальше. После того, как они все выполнили, им нужно нажать на этот числовой код. И вам, как руководителю, как создателю этого видеоролика, в статистику упадет информация о том, кто просмотрел, как выполнил, сколько баллов набрал, сколько правильных ответов у него было и тому подобное. И вы сможете уже так отслеживать и контролировать. Вкладка есть статистики, статистика и вкладка есть отчеты. Там все это будет храниться. Классы здесь создавать нельзя, но вот таким образом можно выйти из положения и получать информацию. А так, в общем, по ссылке можно и анонимно ходить, смотреть. И у вас будет в статистике информация о том, что кто-то анонимно зашел и посмотрел, но без и имен, и фамилий просто. Как гость он будет у вас отмечен в статистике. Ну, давайте еще парочку сервисов и закончим вебинар. Вернемся к англоязычным инструментам, сервис TED-ED. Если вы переходили по моим ссылкам, то видели мультик «Миф о Параметее» и видели мультик… Все, выпало из памяти, какой я еще давала ссылка. Ну, «Миф о Параметее». Давайте, который в джиотеке я вам показывала. Это как раз мультик, созданный с помощью технологии TED-ED. Что это вообще такое за сайт? Вообще, это образовательный ресурс, который предлагает короткие фильмы, созданные учителями и мультипликаторами. То есть объяснение учебных тем посредством мультипликации. То есть там есть, например, мультики про Шекспира, про теорию большого взрыва, по физике, по биологии, по медицине. В общем, огромное количество, большая коллекция. Но они на английском языке. К каждому видеоролику уже созданы задания, упражнения, прикреплены к этому видео. И это как урок. Называется здесь «Lesson» – урок. Уже готовые уроки на этом ресурсе есть. Учителя английского языка могут их использовать уже в готовом виде, даже особенно ничего создавать не нужно. Все уже бери и используй. Но если вы не учитель английского и хотите на русском языке создать подобный видеоролик, то для этого есть возможность, заходим на сайт, регистрируемся и выбираем опцию «Create» – «Создать». Выбираем возможность создать урок «Lesson». Здесь есть аккаунты и для учеников тоже. Здесь нет тоже такой возможности создавать классы. Но если ваши ученики зарегистрируются и будут работать с вашими видеороликами, вы будете иметь статистику по их работе. Сервис бесплатный, ограничений никаких нет. Единственное, что он англоязычный. Итак, поддерживает он видео с YouTube. Можно по поиску что-то поискать, можно готовую ссылку добавить. Загружаем видео. Вот я загрузила видеоролик. И дальше открывается конструктор. Что здесь можно сделать? Давайте слева направо пойдем. Во-первых, можно обрезать видео. Для этого есть кнопка «Crop Video». Уже знакомая нам история, как было в сервисе AdPuzzle. Тоже в начале или в конце можно фрагмент отрезать. Дальше. «Lesson Title» – это название видеоролика. Прописываем, как будет называться наш видеоурок. Далее. «Let's begin» – это какое-то описание, вступление. Давайте начнем по-русски говоря. То есть какая-то аннотация. Вы можете здесь написать задание. «Просмотри видео, ответь на вопросы». Или аннотацию добавить, как хотим. Дальше. Дальше можно добавить векторины. Называются они, идут они в разделе «Sync». Подумай. Векторины здесь двух типов. Есть открытый вопрос, где нужно просто вопрос вписать, а дальше участник уже будет отвечать. И вопрос с вариантами ответа. Здесь уже отмечаем тот, который правильный. И участник будет выбирать, соответственно. Что касается Google Диска. Есть сервис. Я, правда, сейчас уже подзабыла. Один из сервисов поддерживает загрузку с Google Диска. По-моему, он поддерживает AdPuzzle. Вот он ориентирует. AdAd только на YouTube работает. Можно попробовать в удобу добавить. Но там тоже есть свои сложности, потому что Google Диск – это ваша частная территория. И не все сервисы могут интегрироваться с Google Диском. Вот в чем проблема. Там нужен доступ, сервис к вашему частному Google Диску, потому что это ваше частное хранилище. Вот в чем проблема. Поэтому надо смотреть по сервисам, у кого прописана интеграция. К сожалению, по большей части они все интегрированы с YouTube. Но, опять-таки, с компьютера AdPuzzle выбираем. Он грузит с компьютера аж до 10 гигабайт. Там вообще все отлично с этим. Дальше. Что еще можно в TTT сделать, кроме того, что в векторины добавить? Можно открыть вкладку DIG-DP, Копни по клубже. И здесь будет дополнительная информация по теме. То есть это разные ваши текстовые комментарии. Можно гиперссылки добавлять, можно картинки добавлять. Ну, в общем, это посмотри видеоролик, почитай тему, ответь на вопросы. Вот так это работает. Если хотим, мы можем затеять дискуссию. В дискуссии принимают участие авторизированные пользователи. То есть вашим ученикам нужно зарегистрироваться. На вопросы векторины может отвечать любой. Там это не обязательно. А вот для дискуссии нужно, чтобы у участника было имя. И поэтому ученикам нужно сначала завести свой ученический аккаунт, и потом уже принимать участие в дискуссии. Вы прописываете тему, даете описание, о чем, собственно, дискутируем. Ну, а дальше смотрим комментарии. Здесь, как обычный чат, каждый участник добавляет какие-то свои комментарии. Внутрь комментариев можно добавлять киперссылки. Так, ну и последняя вкладка «Add finally» – заключение, вывод. И, наконец, что у нас в итоге. Здесь можно добавить ссылки на ресурсы, которые вы использовали. Можно дать практическое задание. Например, вы ответили на вопросы, прочитали тему, а теперь-ка напишите нам, пожалуйста, сочинение или еще что-нибудь. Ну, в общем, тут как фантазия преподавателя подскажет. Здесь, как мы видим, задания и вопросы, они внутрь видеоролика не вмонтированы. То есть сначала нужно посмотреть, а потом уже поотвечать. Либо делать это параллельно. Посмотрел кусочек, поставил на паузу, ответил, пошел дальше смотреть. Ну, вот таким образом это работает. Здесь, в общем, все неплохо. Ограничений нет, это здорово. Аккаунт студенческий есть, можно авторизироваться. Вы всю статистику получите, если у вас авторизированные пользователи. Кто как ответил, кто что посмотрел и так далее. Интересно, что нельзя встроить на страницу сайта и блога, только по ссылочке можно делиться. Ну, а в целом очень интересная организация видеоуроков. Поставим плюсик. Ну, и последняя на сегодня моя рассказка про сервис Визор МИ, который, к сожалению, сократил тарифные планы и стало немножко грустно мне от этого. Давно я сюда не заходила. Ну, вот моя ссылочка. Даю вам ссылку на блог, потому что у этого сервиса пропала возможность создавать публичные ссылки. Как здесь все работает. Здесь есть возможность создавать так называемые рабочие листы. Что это такое? Ну, может быть, вы работали, уже знаете, что это представляет собой. Это вот некий такой действительно лист виртуальный, на котором расположены задания, которые нужно выполнить учащимся, кому вы предлагаете эти задания. Можно там любой набор заданий в любом порядке. Но если мы хотим именно видео, чтобы у нас было, то порядок будет такой. Сначала загружаем видеоролик, а потом к нему следом прикрепляем задание. Сначала посмотрел, потом ответил. Вот так это работает. Вот у меня, пожалуйста, ссылочка такая. Итак, давайте посмотрим. Я тоже давненько не заходила, зашла и поразилась, что я не могу найти кнопки, которые раньше нажимала, а их они исчезли. Давайте все по порядку. Итак, заходим, регистрируемся, нажимаем на кнопку Create worksheet, создать рабочий лист. Заходим внутрь и выбираем шаблон. Здесь очень все красиво. Вот здесь как раз ориентировано на школьника, и на начальную школу, и на среднее звено, потому что здесь все очень красиво оформлено, право дизайнером. Тут шарики, и цветочки, и фонарики, все, что заходим, и в клеточку, и в линейку, все, что угодно. Выбираем шаблон, а дальше получаем такой чистый лист, на который начинаем добавлять интерактивность. И вот они в красной рамке у меня здесь выделены. В 18 штуках. Давайте я опять оглашу весь список, что здесь можно добавлять. Открытый вопрос. Викторина с выбором вопроса, вернее, ответов. Дальше текст с пропусками. Вставь пропуски. Интересная игра. Подпиши на картинке. То есть там появляются какие-то... Картинка появляется, на которой нужно подписать объекты. Вот я вам ссылочку дала. Там нужно подписать героев пылин. Дальше. Мэтчин. Это у нас задание на составление пар, заполнение таблицы, сортировка, рисование. Можно рисовать текст. Дальше уже пошли кнопочки, уже не столько интерактивные, сколько блоки информационные. Добавление текста, картинки, видео, гиперссылки, встраиваемого объекта. Можно сюда добавить любой материал из других сервисов. Например, из Ленинепс векторину добавить, какую-то презентацию вставить. Возможность организовать дискуссию, получить рефлексию, рефлексион. Здесь есть пазл из слов. Ну и можно внутрь одного рабочего листа загрузить другой рабочий лист. Вот. Все опции, как вы видите, открытые. Они не премиальные. То есть их можно без ограничений использовать. И в тарифном плане прописано, что никаких ограничений по интерактивностям нет. Но. Когда мы работаем, когда мы создаем, мы получаем ссылку. Но эту ссылку могут просмотреть только зарегистрированные в сервисе. То есть она для внутреннего употребления, что называется. И ученикам, которые будут работать, тоже придется зарегистрироваться. Создавать классы здесь нельзя. Вернее, можно, но это платно. Вот. Поэтому выход какой? Ученики регистрируются. И вы просто по именам и фамилиям в своем личном кабинете отсматриваете, кто, как отвечал. Вот такая статистика здесь будет. А вот отдельно класс, к сожалению, это платная опция. Ну, давайте я вам покажу просто несколько интерактивностей. Вот, пожалуйста, fill on an image. Вот так это выглядит. То есть поля нужно вписать правильный ответ вручную. Делается очень просто. Загружаем картинку, прикрепляем интерактивные такие меточки, вписываем правильный вариант. Ну, а участники потом уже самостоятельно его будут вписывать, а сервис автоматом проверит, правильно или неправильно. Дальше. Что у нас здесь еще есть? Сортировка. Игра на сортировку. Вот так выглядит конструктор. Даем задание. Можно добавить описание. Здесь появилась опция добавления голосом. Например, вы можете, ну, если вам не хочется текстом это писать, можете наговорить голосом, подключить микрофон. Ну, дальше мы прописываем, кого куда распределять. Сервис все перемешает, а участники будут в разные категории названные вами объекты распределять. Нам нужно прописать, кстати, сразу правильный вариант, а сервис потом все перемешает. Дальше. Множественный выбор – это побочная викторина. Вопрос, варианты ответов отмечаем галочкой «Верный». Опять-таки есть возможность добавления голосовой озвучки. То есть вы можете вопрос начитать на микрофон. То же самое касается и игры «Вставь пропущенное слово». Нам нужно вписать текст, пропущенное слово выделить, нажать на кнопку «Blank it», чтобы сервис понял, что именно это слово нужно вставить. Ну и сохранить все. В итоге участник получит задание с пропущенным окошечком, куда можно вставлять слова. Игра «Найди пару». Она очень знакомая, но здесь реализована очень красиво. Если вы по ссылочке перейдете, там такие красивые шнурочки появляются, которые соединяют слова между собой. Точно так же мы создаем правильную пару, ну а сервис в итоге нам все перемешивает. Конструктор, как вы видите, друг на друга очень похож. Табличка. Такая же история. Задаем количество граф, количество строчек, вписываем правильный вариант. Ну а сервис все перемешивает. В итоге мы получаем готовый наш рабочий лист. Я рабочий лист встроила в блок. У меня есть такой блок «Песочница», куда я вставляю для демонстрации какие-то объекты. Поэтому ссылка здесь для внутреннего пользования. Если бы я вам сейчас ее в чат добавила, вы бы не смогли ее открыть без регистрации. А если встроить вот это все на сайт и в блок, то все отлично открывается и все отлично работает. Поэтому такое хитрое жульство я нашла, что можно встраивать куда-либо, создать какую-нибудь веб-страницу, туда встроить и работать с рабочим листом. И еще я нашла хорошее хитрое жульство. Есть возможность распечатать этот рабочий лист. Это хороший вариант. Вы можете скачать в формате PDF, естественно, без видеоролика. Но все задания там сохраняются. Ну, вот текстовые я имею в виду. Вы распечатаете это как PDF-файлы, раздадите ученикам на уроке, видео покажете им на доске, а дальше дарите им рабочие листы, пусть они их заполняют. А вы соберете и все проверите. Вот так можно выйти из ситуации. Если вы не хотите, чтобы у вас ученики где-то регистрировались, там работали, а прямо на уроке, здесь и сейчас, есть возможность использовать печатный вариант рабочего листа. Такая хитрость небольшая для учителей. Ну, на самом деле, сервисов намного больше. Просто остальные, в основном платные, либо у них такие маленькие возможности, что оставим их тогда за кадром. Ресурс Супа. Классный, шаблонов много видео. Да, но он же не интерактивное видео создает. Я знаю, что он классный, это 40 секунд создает бесплатные видеоролики. Да. Создает он видео, да, о нем я буду рассказывать, но чуть попозже. Я пока к нему только прикоснулась, пока не совсем в нем разобралась. Синтезатор речи есть, да. Но он работает только, к сожалению, с ограничениями. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Если есть еще какие-то вопросы, я подожду немножко. Спасибо за добрые слова. Да, вебинар будет в записи, естественно. Можно будет его посмотреть. Публикуется запись на нашем канале YouTube, о котором сегодня так часто я вспоминала. Вот. В группе ВКонтакте КТ Мастерилки. Там тоже будет эта запись, когда появится на Директ Академии. И я прикреплю еще презентацию. Вы сможете с коллегами поделиться, если заходите. Заходите в группу. Ну и одноименный канал в Телеграм точно так же работает. Контент дублируется и там, и там. Там практически все одинаково. Так что можете подписаться на какой-нибудь страничек, чтобы ничего не пропустить. Вот. А увидимся мы совсем скоро. И будет это через неделю. Да. Ну, уже анонсировали следующий вебинар. 7 ноября будем говорить о сервисах для мобильных устройств. К сожалению, очень многие сервисы ушли с российского рынка по разным причинам. Некоторые просто закрылись. Кое-кто понятно, почему ушел. Вот. Поэтому мы опять проведем инвентаризацию. Посмотрим, что осталось, какие русскоязычные остались. Ну и что с ними можно сделать. Вот обо всем этом 7 ноября. Да. Если кому-то интересен онлайн-курс, заходите, пожалуйста, на страничку курса. Смотрите. Если присоединитесь, я буду рада. Курс у меня каждый год немножко разный. Набор инструментов разный. Возможности разные. Так что программа есть на курсе. Там вы посмотрите все инструменты с списочком, о которых я буду рассказывать. Ну и приглашаю еще и на мастер-класс, который будет. Так, все запуталось. 9 ноября он будет. Там то, что не вошло в курс. Вот этой темы в курсе нет. Это создание интерактивных книг. Я наконец-то создала обучающие материалы по всем основным сервисам для создания интерактивных книг. И на мастер-классе буду делиться этим богачеством со всеми, кто туда придет. Ну и заодно покажу на кнопочках, на что нажимать и как работать. Там более подробно, более наглядно я открываю прямо сервис. И прямо вот на кнопочке, нажимая в режиме реального времени, показываю, как это все там внутри работает. Вот. Все. На этом теперь вся информация. Все выдала. Спасибо большое за внимание. И жду до следующих встреч на вебинарах. Спасибо. 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 Спасибо.